Привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я забрал продукцию, которую привезли под заказ. Срок изготовления 2 недели. А какая же продукция так долго идет? Объясняю. Это дымоход для газового котла, кислотоустойчивая нержавейка 316 марки стали. 316 марку в больших диаметрах в наличии никто не держит. По крайней мере в Республике Беларусь. Не знаю, как на территории Российской Федерации и в Украине, но в Беларуси 316 нет. Ее даже мало кто может предложить. Ко мне заказчик обратился, говорит, Дмитрий, я не знаю, какой котел у меня будет. Здесь два комплекта дымохода. Это один дом, разделенный на две семьи. Два котла. Один определился точно, будет атмосферный котел. Второй заказчик не определился, говорит, что возможно конденсационный, возможно атмосферный. Не знает, потому что информации очень много по котлам, ну просто не определился. Да, и это нормально, потому что когда ты начинаешь строиться с нуля, и постепенно, постепенно ты тратишь денежные средства и не понимаешь, к чему ты в конце придешь. Поэтому здесь на тему котлов я не буду затрагиваться, потому что это не моя специализация, это не моя работа. Я только делаю обвязку, подводку дымохода к шахтам. Все, что касается дымохода, это ко мне. В остальном нет. Я здесь могу много об этом разговаривать, но для этого есть специальные люди, которые занимаются именно продажами котла. Все вопросы к ним. Ко мне вопросы по дымоходам. Поэтому было решение сделать на один дом и на второй из IC316. Почему IC316? Потому что это та марка стали, которую можно использовать для любого котла. Газового, без ограничений, конденсатник, атмосферный, турбированный. Ну и все волшебные котлы, в том числе, если даже не газовый котел, то вы можете загнать туда жидкотопливный котел, вы можете туда загнать твердотопливный котел. Поэтому здесь много-много-много-много возможностей при помощи этой трубы. И, конечно, диаметр, объем дома будет 180-200 квадратов. И для этих домов, как правило, идет диаметр 130 миллиметров. Не 150, не 180, а 200. Практически весь рынок для котлов атмосферных. Это 130-й диаметр на квадратуру 200 квадратных метров. И теперь давайте я сделаю сейчас вам маленький обзор, все-таки, чтобы вы понимали, какая труба, с какими производителями я работаю, какую трубу я могу продать. Смотрите, у нас два комплекта дымохода. То есть, каждый из комплект дымоходов состоит из следующих элементов. Вот это тройник, тройник плюс сборник. Но это нижняя часть, поэтому здесь еще будет вставляться вот такая заглушка. Все очень аккуратно сделано. Нравится мне работать с этим производителем, потому что заказные позиции, ну, вопросов вообще никаких не возникает у меня с ними никогда. То есть, шов аккуратненько. Здесь прокатана сварочка. То есть, это соответствует реально 316-й марке стали. Так должна изготавливаться продукция. Вот эти элементы, они сегментные. К сожалению, не тянутые, не вытягивают, но как бы не было, точка стоит очень плотно, обстучали. Видите, с внутренней части никаких просветов нету. Это очень радует. И, конечно, обратите внимание на газоплотную резинку, потому что по строительным нормам, если ставить котел конденсационный, обязательно должна быть газоплотная резинка. Это основной фактор. Потому что серьезные котлы, к серьезным котлам серьезный должен быть дымоход. Сверху это выглядит таким образом. Раструб, вот этот кантик под резинку. Ну, очень красиво. По сборникам конденсата сборники также завальцованы вверх. И сейчас я вам сниму. Так, сборник конденсата проварены. Он герметичный. С ним тоже вопросов не возникнет. Но, конечно, все равно здесь надо прокладывать герметик. Ну, и самое основное, это сама труба, качество ее исполнения. Тиксварка в стык. То есть, вот таким образом делает компания ПСД. Еще, смотрите, это мои коллеги, компаньоны. Смотрим. Смотрите. О чем, может быть, говорят вот эти вот цифры. Вы, как потребитель, вы должны понимать, что вам могут продать не 316-ю марку стали. У нас в Республике Беларусь приняты строительные нормы, адаптированные, вернее, адаптированная сертификация европейская. 1856-2 2013 года. Вот эта цифра, каждая обозначает о том, что нержавейка, это не просто цифра, это аббревиатура. Если мы откроем этот сертификат, есть обозначение, газоплотность, марку стали, какое расстояние может быть до горючих материалов. Это все очень важно. Поэтому, покупая дымоход, вы должны быть уверены. Ну, а как вы можете быть уверены? 316-ю, либо 321-ю марку стали. Может быть, вам вообще 201-ю марку стали продали. Вы об этом никогда не узнаете. Поэтому обязательно должно быть подтверждение. В сухом, во влажном режиме работает дымоход. Это все написано вот в этой этикетке, вот в этой вот маркировке. Все надо читать. И, говорю, ну, красивая, конечно, красивая. В матовом исполнении, нежная, аккуратная. Она идет вся в упаковке. Видите, вот упакована здесь 8 метров трубы. Ну, и здесь в ящике тоже 8 метров картонной упаковочки. Все. Ну, а в дальнейшем, когда уже заказчик определится, выведут еще 25-ки. Вот это один тройник, давайте я вам повторюсь. Идет раз, потом идет из кирпичной кладки вот такая вставочка. И потом на эту вставочку уже одевается здесь заглушка, вставляется вовнутрь. А вот сюда вставляется, сейчас вам покажу, а вот сюда вставляется сборник конденсата. То есть, вот так это будет выглядеть в шахте. Ну, а здесь тоже самое 25 миллиметров пойдет из шахты. Потому что отделка, когда идет, я вам быстро покажу. Вот так вот вставляется вставка, вот эта пошла из шахты. Вот этот кусок вышел, и теперь к газовому котлу, как хотите, подключайтесь. Через год, через два, через три, это уже ваши проблемы. Либо строители. Еще раз повторяю, я могу продать 316 марку стали, 309 марку стали. А IC 321 тяжело продать, мне реально проблематично достать. 304-я, 430-я, это вообще проблем никаких не составляет. Но для газовых котлов, если вы не знаете, какой котел у вас будет, ставьте 316 марку и спите спокойно. Любой котел у вас подойдет по 316 марку. Единственное, что вы должны знать, либо человек, который вам продает, продавец, какой диаметр дымохода должен быть. Потому что если купить маленький диаметр дымохода, к примеру, у вас 400 квадратов дом, вы покупаете 130, ну, вам продали 130 диаметр, все, пишите, пропало. Вы здесь в котле будете ограничены, и, скорее всего, возьмете только один кондиционный котел, потому что на 80-й выход. Все, атмосферник даже туда не пойдет. Поэтому покупайте дымоходы правильно, думайте о дымоходах заранее, и делайте так дымоход, чтобы не быть потом ограничены. По маркам стали я имею в виду, и имею в виду по диаметру дымохода. Это очень важно, чтобы потом уйти от многих проблем. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Коммент-бай, подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов. Конечно, всем хорошего настроения, и за дымоходом, я думаю, вы знаете, кому обращаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok